Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода, короткие комментарии к недельным главам, основанные на книге Мишлей, книге Притч. Урок высущается. Лифу Шлемара, Слахабихонимши, Раиса Бацони, Вухоли Сраэль. И наша глава сегодня это Трума, глава, которая описывает, конечно, дотации еврейского народа и обязательство построить храм. Хазаль, как правило, когда используют слово Трума, они говорят о Труме, который отделяют для коэнов. Правильно, как правило, слово Трума, если вы встречаете в Мишне или в Талмуде, это почти точно та Трума, которую отделяли от урожая и отдавали коэнам. А в Торе слово Трума впервые встречается здесь и включает всевозможные дотации, золото, серебро и все остальное. 13 разных вещей описаны здесь на жаре главы. То, что было сказано, что Моше передал еврейскому народу, чтобы дали для построения мешкана и для службы в мешкане. И слово Трума, и глагол для гарим, поднимать что-то, отделять что-то, связано, видимо, еще с возвышенностью этого. То, что отдаешь, оно становится более святым. Но есть еще такая идея у Хазаль, что отдавая человек не теряет, а наоборот только выигрывает. Есть известная притча Магида из Дубна, которую мы когда-то рассказывали, что один человек шел и потерял свой кошелек, в котором было немножко денег. Потом он пошел дальше и нашел чей-то большой кошелек, где было очень много денег. Он радуется, что нашел второй кошелек, но он все равно расстраивается, что он потерял первый кошелек, потому что там тоже были какие-то деньги. Если бы у него не потеря первого кошелька, у него сейчас были и те деньги, которые сначала, у него были и новые деньги, которые он нашел. А вот, допустим, человек проходил по полю своему и невозделанному полю, которым он особенно не занимался, ему лень было заниматься, но он проходил, и у него выпало немножко семян. Потом он проходит позже и видит, что семена проросли, и у него теперь есть множество зерна, или там, допустим, дерево выросло, у него теперь есть яблоки или какие-то другие фрукты. Так он не скажет, что жалко, что я потерял те семена, если бы я их не потерял, то у меня было бы сейчас и дерево, и семена. Конечно, нет. Само факт, что он получает то, что он сейчас получает, те плоды, которые он сейчас получает, только потому, что он когда-то потерял эти семена. То есть он не потерял, он, наоборот, только выиграл. Так вот, Магита Зубна говорил, что поэтому он называется «сеющий цедаку», что отдавая что-то, ты не только не проигрываешь, ты выигрываешь, получишь гораздо больше. И невозможно жалеть, что ты что-то отдал, потому что, наоборот, то, что ты отдал, ты гораздо больше получишь только из-за этого. Это и есть причина, то, что ты отдал, является причиной того, что ты сейчас получишь намного больше. Поэтому жалеть никогда не стоит, когда отдаешь. И наши мудрецы в Медраж Танхума как раз по отношению к нашей главе начинают со стихов в Мишлей, указывающих на эту концепцию. Рассказывают о том, что Тору и все, что связано с святостью, невозможно потерять. Наоборот, каждый только выигрывает, отдавая. И у них тут разные истории, как обычно, их стиль это разные истории. Например, рассказывают, что если, скажем, бизнесмены обмениваются чем-то, то тем, что отдаешь, ты теряешь, тем, что берешь, ты получаешь. А, скажем, люди, которые знают немножко Тора, если они обменялись друг с другом, каждый сообщил другому то, что он успел выучить, то каждый получил, ничего не потерял при этом. Еще у них там одна притча, что какой-то человек ехал на корабле, у всех вокруг него бизнесменов на корабле. В те времена бизнес делался в основном за морскими странами, самый выгодный бизнес. Так все ехали с множеством имущества, а он ехал с пустыми руками. И над ним все смеялись. Потом пришел пират, у них у всех украл имущество, они остались голыми и боссами. И в результате они оказались где-то, вышли из корабля. И этот человек оказался единственным мудрецом среди них. Так как только он пришел в город, стал обучать Торе, сидеть без мидраше, то его сразу же, соответственно, другие евреи стали ему помогать, давать ему еду, потому что он мудрец Торы. Получилось, что то, что имели эти люди, эти все бизнесмены, это то, что так легко потерять. А вот то, что имел он, это его всегда с ним, так сказать. Всегда его мудрость с ним. Мне вообще кажется, это интересное как бы суммирование всего, всей истории еврейского народа. Если подумать, чем отличаются евреи. Своим умом в основном, да, своей сообразительностью. Есть разные нации, которые в течение поколений развили разные свои качества. Например, одни люди развили силу большую, другие там еще какие-то качества. А еврейский народ развивал все время ум. И в результате получилось, что в наше время ум ценится больше всего, и ученых больше всего среди евреев. И знающих людей вообще, да, людей, которые просто вот оценивают знания. Величие знаний. Такое какое-то отношение имеет к книге Мишлей. Вот Медраж Танхума цитирует во всех этих историях один и тот же стих из четвертой главы в книге Мишлей. Поэтому я хочу с вами прочесть сначала, с самого начала эту главу немножко. Дело в том, что эта глава как раз считается продвигающей Тору и тем, что ничего не потеряешь, отдавая в Торе, да, только выигрываешь. Хороший бизнес это Тора, так сказать. И в отличие от второй части книги Мишлей, большей части книги Мишлей, где, как я рассказывал, каждая притча сама по себе. Но иногда два стиха подряд или, может, три как-то связаны. В первой части книги Мишлей, в нескольких первых главах, есть определенный стиль рассказа. То есть не то, что просто набор стихов, набор каких-то афоризмов, притч, пословиц, поговорок. А это именно какая-то тема есть. То есть стихи все связаны между собой. Поэтому четвертая глава, в том числе, она построена на какой-то системе. Не просто набор различных пословиц. Начало, как типично для книги Мишлей в некоторых из этих глав, обращение отца или мудреца к своим сыновьям или ученикам. Слушайте, дети, наставление отца. Внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение для кахтов. Не бросайте мои заповеди, мою Тору. Потому что был я сыном отца моего, нежным и единственным у матери моей. Да удержи в сердце твои слова мои, сохрани заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Начало мудрости, приобретай мудрость и всем своим достоянием приобретай разум. Превозноси ее, она возвысит тебя, она принесет тебе почет, если ты примешь ее в свои объятия. Она даст на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепную корону. Так вот, сегодня нас интересуют основные первые два стиха из этого отрывка. Шиму ваним мусар а, вякши вуладад бина. Килэках то вната тилахэм, то рати альтазову. Мы попробуем разобраться более подробно с этими двумя стихами и также перевести комментарий, игра к ним. Значит, слушайте, дети, мусар, слова отца. Слово мусар он уже обсуждал немножко раньше, и здесь он не повторяется. Мусар связано с тем, как правильно себя вести. И сегодня это слово тоже самое значит. Есть целое движение мусара. Вы слышали, когда-то в литовских ешивах, в белорусских ешивах, были студенты, которые были против движения мусара. Казалось бы, что может быть против? Чего плохого, если люди изучают мусар? Насколько я понял, те из них, кто в действительности были лишим шамаем против. Мы сейчас не говорим о тех, кто просто занимались тем, что устраивали беспорядки. Такое тоже было, понимаете. Ведь в этих местах, в особенности в Литве, было немало людей, которые уже отходили от Торы. И также и в Белоруссии были просто немножко разные были движения, понимаете. В Польше и в Белоруссии, где люди жили победнее, там те из евреев, которые уходили от Торы, они больше интересовались какими-то социалистическими движениями. Бунт, например, было такое, еврейско-социалистическое движение. А часть из них была сионистами, которые хотели все то же самое, только строить еще и на своей земле. Но без Торы и в основном, да, ведь раннее государство Израиль в основном состоялось из разных социалистов. Там социалистические партии были наиболее сильными. Сегодня это не так, и во многом это благодаря Натанияху, что государство, в общем, сдвинулось с этого пути. И, как он и пишет в книге «Вместо под солнцем», насколько вот мы проигрываем на социалистической системе. Но я сейчас в это вдаваться не буду. Я уже говорил, что на самом деле с точки зрения Торы, можно сказать, что Тора парвно относится и к той, и к другой системе. То есть у нас какая-то система по Торе, она комбинация между капитализмом и социализмом. И так, в общем, сегодня большинство западных стран тоже выбирают какой-то средний путь. Потому что все-таки бедным помогать нужно, но в Америке, в некоторых западных странах это доведено до абсурда, что бедные получают больше, чем работающие люди. И получается, нет инициативы, нет желания у многих работать, потому что лишатся сразу же всех программ. И это совершенно не то, что, конечно же, хочет одна стора. Но, с другой стороны, люди, которые в действительности не могут заработать, особенно больные и слабые люди, и старые люди, и так далее, в этом социальные программы должны им помогать. И поэтому Тора и говорит с временем о бедных и о разной помощи бедным. Кстати, по отношению к прошлой главе, у нас с другом, когда мы эту тему изучали, возник интересный вопрос по отношению к еврейскому слуге. А именно, ну, еврейский слуга, которого продают в рабство в предыдущей главе, Раша объясняет от имени Хазаль, что это слуга, который проворовался. Хищение имущества особо крупных размеров. То есть он проворовался на сумму большую, не меньшую, чем его собственная стоимость. Тогда, если он уже проел то, что он наворовал, то его продавали. И он отрабатывал 6 лет, чтобы искупить ту сумму, которую он наворовал. Так у нас стал с моим другом вопрос, с моим хаврусой, что как же тогда заставить такого слугу работать? Ведь обычно нужно, чтобы была какая-то, какая-то инсенсив, да, какая-то причина, чтобы человек работал, кроме просто алтруизма. Тем более бывший вор, и, возможно, который не изменился, в общем-то, в своей пути, его заставить работать можно только, если он что-то теряет, если не будет работать. То, что, возможно, он получит что-то за хорошую работу, этого недостаточно. Мы это видим из Советского Союза, что в действительности были какие-то премии тем, кто работал хорошо. И вообще большой процент людей все равно работал очень плохо. Почему? Потому что выгнать было почти невозможно работающего человека, а если он лишится премии, так это недостаточная причина, чтобы человек хорошо работал, да, кроме индивидуалов, которые действительно любят работать и не любят бездельничать. Но есть много бездельников, которых можно оставить только, если они боятся потерять работу. Так вот, слуга, он не может бояться потерять работу. Что ему терять-то? Выгнать его невозможно, его уже купили. Шесть лет отработает, да, или не отработает, в любом случае он ничего абсолютно не теряет. А дальше мы скажем, что если он шесть лет ничего не делал, то его оставят дольше быть слугой, так он и дальше будет точно так же сидеть на неждивении своего господина. Будет плевать в потолок и говорить, ты меня купил, вот ты перевоспитывай, да, как сказал Шурику Федя. Твое дело перевоспитывать меня теперь. Так вот, я этот вопрос задал одному Равину, который считается знающим. Он сказал, что фактически, что можно лишить его, там, допустим, митцвы хаанака, тем добавочным бонусом, да, добавочным премием, который человек получает, когда отработал свои шесть лет. Я ему ответил, что этого недостаточно. Должна быть возможность как-то наказать. Вот. Я спросил его, может ли, во-первых, хозяин его бить? Казалось бы, как можно бить слугу? Ну, наоборот, есть же законы, что он почти как господин, да, ему нужно лучшее вино давать и все такое. Это все правда, но это если слуга работает. Может, если он не работает, можно его и бить. Мне кажется, это не так уж маловероятным. Есть такой закон, что когда человек не хочет соблюдать положительные заповеди, например, то его можно бить сколько угодно, пока не заставишь. Есть такой закон. Макима туатши деценавшо, как говорится. Ну, это, конечно, преувеличение, но, во всяком случае, идея такая, что можно его бить, пока не согласится. Вот, например, Коэн, допустим, не хочет было стоять на рот. По закону можно его бить, пока не согласится. Конечно, практически это все не делается, но хотя бы теоретически это возможно. Поэтому, если, например, купленный слуга не хочет делать работу, может, таки можно его бить, пока не согласится делать свою работу. Это его, в каком-то смысле, митцва тоже сейчас работает на хозяина. Вот. Но этот раввин, он мне ответил, что нельзя его бить. Не знаю почему, он считает, что нельзя его бить. Тогда я подумал, может быть, хотя бы можно его не кормить. Этим можно как-то заставить человека работать. Он мне пока не ответил насчет этого предположения, потому что все, что остальное он написал мне, это все было связано с какими-то дополнительными, возможно, дополнительной пользой, которую слуга может получить от господина, если будет работать. Я уже сказал, что для ленивого человека это недостаточная причина. В Советском Союзе было очень много людей, которые скорее будут не работать вообще практически, лишь бы получать минимальную зарплату, которая у всех примерно одинаковая, но не получить, допустим, премию. Чем работать тяжело, чтобы получить свою премию? Очень много из таких людей, тем более слуга и бывший вор очень трудно будут заставить работать, если невозможно чего-то его лишить. Обычного человека заставляют работать тем, что он может потерять работу, да, обычный рабочий почему делает работу, потому что его могут выгнать. Ну, как бы там ни было, в Ешивах в Белоруссии и в Литве было немало учеников, которые, в принципе, потом вообще бросили всю Тору, и эти просто любой ценой хотели устраивать беспорядки, и поэтому о них мы сейчас не говорим. Когда они были против Мусара, они вообще против всей Торы уже были в глубине души, и поэтому был период времени, я читал в одной из книг историй, кстати, на русском напечатанной, очень толстая книга про разных раввинов. И в этой книге я нашел, кстати, вещи, с которыми я не согласен, но вот это я, во всяком случае, не проверял, но звучит правильно, что вполне возможно, что так оно было. Они описывают, что, вот скажем, Олтар из Слободки, если вы слышали, был такой великий раввин, его называют Дедушкой Слободки, Саба наяврите, да, Саба из Слободки. И он фактически страдал именно от людей, которые, кажется, в 1905 году, вот после первой революции в России, они там тоже устраивали фактически беспорядки, потому что хотели фактически, да, лишь бы устраивать беспорядки против рожь Ешивы. Но потом, когда это все было подавлено, и эти люди уже из Ешивы были выгнаны, потом он продолжал учить. Но, насколько я знаю, было отдельное движение против мусара, не связанное с тем, что сейчас было. То есть они упоминают только это, как будто все мнение, которое было против мусара, было связано с какой-то шпаной, которой хотели уже принадлежать социалистам, бундистам, кому угодно. На самом деле были настоящие мудрецы даже, которые были против мусара. Почему они были против мусара? Не потому, что они считали, что вообще мусар это плохая вещь, а потому, что они считали, что ему не место в Ешиве. Сегодня тоже, кстати, литовские раввины, которые считают, что в Ешиве нужно в основном обучать геморе. Это основная цель Ешивы. Обучить человека изучать гемору. А все остальное пусть он сам учит. Главное, так сказать, цель раввина не тратить время ни на что другое. Даже на халаху некоторые не хотят, чтобы раввин тратил время. Обучал, например, Шухонараху и комментаторам. Считают, что главное раввину обучить, как изучать гемору, как изучать решением. Это основная сложная часть нашей устной торы. И вот это то, что должен сделать Рошь Ешива. А все остальное ученики могут сами научиться. Правильно это подход или неправильно, это другой вопрос. Я лично считаю, что правы те, кто считают, что Ешива должна обучать и Мусару, и Шхалахе, и другим темам. И Хумош с комментариями пусть тоже учат. Что это не считается ниже уровнем или слишком, так сказать, простым, что это может ученик и сам научиться. Но, во всяком случае, такие Ешивы существуют, где в основном раввина, цель только обучать Талмуду. Так вот, начало, значит, нашего стиха. Слушайте, дети, Мусар, Мусар отца, поучение отца. Вегакшиву и прислушивайтесь ладад бина, чтобы понимать, знать понимание дословно. Видите, что здесь в этих словах фактически уже подсказаны разные виды мудрости. Есть дад, есть бина. Мы когда-то обсуждали некоторые различия между ними. И Градис тоже в это не выдается, потому что он уже это обсуждал в предыдущих стихах, в начале книги Мишлей. А Градис пишет следующее, что здесь слово Шему вообще слушать может значить три разные вещи. Одно это принимать, например, кто услышит, тот услышит, кто не услышит, кто не хочет, тот не сделает. В смысле, что это как человек, который принял инструкции, принял к сердцу и последовал им. Второе Шему значит понимать что-то, предыдущее принимать, следующее понимать. Понял что-то, Хавана, как, например, мы тебя слушаем, Кишоми Монахну. И, наконец, третье, это просто слушать. И это включает, в том числе, как иногда в Торе использовала Хакшиву, прислушивайтесь, слушайте. Это говорит, когда человек ухо наклоняет, чтобы услышать, что ему говорят. И в том числе, чтобы понимать мудрость. И это говорит Хохма и Бина. А Мусар может относиться иногда к Хохме, а иногда к Бине. Потому что, говорит, Мусар связан с Дат. Сфера Дат, она включает Хохму и Бину. Может относиться и к тому, и к другому. Значит, что мы тогда имеем с этого всего стиха? Слушайте, дети, Мусар отца. Да, это, видимо, связано с Хохмой. И прислушивайтесь Акшиву Ладад Бина, чтобы понимать Дат Бину. То есть здесь Дат и, или Мусар, да, и относится к Хохме, в первой части стиха, и к Бине, во второй части стиха. Он говорит, а вот Лекахтов, говорит, это митцвы. Потому что есть еще пасук. Мудрый сердцем возьмет митцвы. Потому что митцвы делаются акциями, да, руками дословно. Берут руками их. Торати Альтазову, Тор мою не бросайте, это, конечно, Тора. Получается, что в этих двух стихах есть все четыре концепции. Хохма, Бина, митцва и Тора. Вы уже наверняка слышали не раз, что это связано с четырьмя буквами имени Всевышнего, и с четырьмя парцуфами, так называемыми, в Кабале. В общем, идея вот этих четырех, это очень важная идея, которая повторяется много-много раз в книге Мишлей. Есть, например, Угра в комментариях в другом месте книги Мишлей к стиху «Мигдаль о с шем а шем, бо я рут с цадик венис гав». Что этот стих, он говорит, подсказывает все четыре вещи, упомянутые в начале нашего тура, да, и на базе Мишины в Перкеавод. Будь сильным, как лев, смелым, как леопард, легким, как орел, быстрым, как олень, чтобы служить Всевышнему. Так вот эти четыре вещи, они сопротив четырех букв имени Всевышнего. Есть правая и левая, Хохмайбина, да, Юткей. Потом есть Вав, и легкий, как, да, Вав – это Тора, а легкий, как орел, там это легкий, как стервятник, наверное, да, и Нэшер вообще – это не орел, скорее всего, а стервятник, очень высоко поднимающаяся птица. Это сопротив молитвы там. Здесь, видимо, последние две буквы сопротив Митцвот и Торы, а там сопротив молитвы и Торы. В общем, связанные вещи тоже. Кстати, я уже говорил в другом месте, что мне кажется, что и четыре части Шухонараха связаны. Имел ли в виду этот Тур, разделяя все законы на четыре, или не имел в виду, и так получилось с небес. Но, во всяком случае, вот Тур начинает свою книгу с этой Брайты, с этой Мишны, извиняюсь, в Перке-Авод. Четыре вида служения Всевышнему, сопротив четырех животных. У каждого животного какое-то качество, которое выделили Хазаль. И, с другой стороны, он и законы все разделил на четыре. Я уже об этом написал когда-то, небольшую статью, что Орахаин связан с быстротой, Йородея связан с буквой Вав, на мой взгляд, с Торой, потому что там все самые сложные темы, и там именно больше всего общих тем, которые не попали никуда в другую чашу Ханаруха. С левой стороной связан Хошин Мишпад, да, Суд, а Эвен Аэзер, да, это сопротив женщины, это последняя буква имени Всевышнего, Хей, Эвен Масу Абонима, это Али Рошпина, да, легкий как орел. Так вот, Граг говорит, что эти четыре, они подсказаны в стихе позже в Мишлей. Мигдаль Оаз, Мигдаль, это сопротив высокая, да, то есть легкая, как орел. Аз, это Аз Канемер, да, смелый, как леопард. Шем Ашем, все это имя Всевышнего, четырехбуквенное подсказывает. Бо Ярус, в нем будет бежать, то есть быстрый, как олень. Цадик Венис Гав, сопротив силы льва. И, возвращаясь назад к нашему стиху, Граг пишет дальше, что получается, что эти четыре, они сопротив, Хохмы Бины, Торы и Митцвод, как было сказано, но говорит на самом деле, Тора и Митцвод в каком-то смысле, это как одно, поэтому они сопротив трех. Иногда мы считаем, и то, и другое посередине, иногда мы считаем, что все это включается в Дат, Тора и Митцвод, Хохмы Бины и Дат, да, всего. И говорит, что причина, почему он именно говорит, что Килеках Товна Тати Лахэм, это Митцвы, а Торати Альтазову, это, конечно, Тора, потому что Тора, говорит, она всегда, ее нужно не бросать, потому что Тора, она с нами всегда. В любое свободное время человек может посвятить Торе и будет этим Митцву делать. А вот Митцву, они кажутся в свое время, ее нужно брать вовремя, каждую Митцву, поэтому про Митцву сказано, нужно их брать. И говорится, не бросай Митцву, потому что они не то, что с нами все время, но каждую Митцву соблюдать в ее положенное время. А вот про Тору, говорит, Альтазову, не бросайте, она должна всегда с нами. И как я сказал, вот этот стих как раз использует Медраж, здесь Танкума к нашей главе. Хороший леках, да, они говорят, это все связано с тем, что соблюдая заповеди, в данном случае давая дотации, это хороший леках, хороший бизнес, не проиграешь на этом бизнесе. Хороший я бизнес вам дал, не бросайте мою Тору. И, как мы знаем, еврейский народ в действительности очень участвовал в дотациях очень с добрым сердцем, много очень дали, очень быстро оказалось, что даже слишком много дали, муж им сказал, хватит, хватит приносить. И мы знаем, что все, что в еврейском народе закрепилось крепко, оно навсегда так и осталось. Поэтому даже сегодня, даже среди евреев, которые не такие религиозные, они многие очень дают действительно много денег на разные благотворительные цели. То есть, вот это одна из вещей, которая осталась у еврейского народа, качество щедрости. И всегда беспокоятся, да, милосердно другим людям, дают, когда требуется дотации всем. Проблема в том, что некоторые из левых евреев в Америке, они дают на такие вещи деньги, что лучше бы не давали вообще, чем давать на то, что они дают. Но это уже другая проблема. Это, к сожалению, и у евреев в том поколении было, что они с той же радостью давали на золотого тельца, как на построение храма Легавдил. И на то, и на другое у них хватило сразу же и золота, и всего. Поэтому в этом мы ничуть не изменились. Мы готовы давать, но не всегда даем туда, куда нужно. И на этом заканчивается наш урок. Ли рифо шлемо ля слаха бихон нимше, ли раиса бацонио бихон лисраэль.